Из акции «360 минут ради Байкала» эко-марафон за 7 лет вырос до всероссийского. Сотни мероприятий проходят в разных уголках нашей страны. Теперь он пришел и в Южный федеральный округ. На этот раз местом слета десанта чистоты стал парк южных культур. Проект поддерживает сотни эко-движений. В этом году марафон чистоты проходит в рамках года экологии и столетия заповедной системы нашей страны. Затракивает большинство заповедников и нацпарков. К эко-марафону присоединяются коммерческие организации, ведущие отели и звезды экрана. Накануне неравнодушная к экологии Елена Летучая приняла участие во всероссийском образовательном проекте «Заповедная смена». А сегодня вновь надела перчатки и посадила редкий вид рододендрона. В Сочи сажаю впервые, но в Москве я же участвую в разных экологических программах. И в программах по посадке столицы нашей я посадила большое количество деревьев различных, и сирень, и березки мы сажаем. Также я человек, который с детства любит землю. Как бы это странно ни звучало, я очень люблю все сажать. Я сажаю дома, на участке. И, вы знаете, это такое некое очищение. Не знаю, души, наверное, потому что я так отдыхаю. Кстати, отдыхать в Сочи Елена Летучая приезжает часто. Теперь в списке ее любимых мест посещений будет и парк Южной культуры. Телеведущая заверила, что будет следить за тем, как растет ее дерево. Еще один вид редкого рододендрона сегодня посадил и руководитель одного из отелей на Адлерском побережье. А его сотрудники выполнили всю работу по благоустройству парка. Здесь профессиональные ландшафтники, электрики, газонокосильщики. То есть, это именно профессиональные сотрудники курорта-отеля, которые занимаются уборкой и поддержкой инфраструктуры. Это уборка сухих листьев, это восстановление ограждений, покраска лавочек, восстановление электрики. Ну, то есть, то, что актуально для открытия сезона. Уборка территории велась практически 360 минут. Столько времени, считают организаторы эко-марафона, вполне может уделить каждый человек ради сохранения природы. Хотя бы один раз в год.